Друзья, всем привет! Сегодня у нас опять токарный день. Будет крупногабаритная обработка металла. Деталь будет чуть-чуть меньше, чем эта. Будет присоединяться к фланцу. Сегодня будем соединять подшипниковый узел со свободной турбиной реактивного двигателя. На чертеже это выглядит вот так. Ну а в реальности сейчас увидим. Итак, погнали, стартуем. Сейчас поменяю патрон и в работу пойдет вот это 200 миллиметровая болванка. Надеюсь, ребята, которые думали, что никогда эти болванки в работу не пойдут, счастливы сейчас, потому что они практически все уже закончились. Конструкция на чертеже позволяет сделать все за одну установку. Я именно специально так и планировал. Деталь намного длиннее, чем мне нужно. Поэтому сделаю сейчас вот здесь базу, переверну и можно будет полностью выточить всю деталь. Останется лишь только ее отрезать и она будет вся сделана за одну установку. Поверхность неровная, поэтому обработка будет жесткая. Но что делать, друзья? Надо побеждать. По-другому у нас никак. Академия Поверхность для качественного зажима есть. Сейчас переворачиваю и уже делаем нашу деталь. Мне нужно было именно этой стороной зажать, потому что здесь диаметр поменьше. А мне нужно использовать вот эту сторону, ребята. Именно для этого я в основном и делал. А то сейчас знающих токарей опять может бомбануть. Зачем он это делает? Я не всегда всё до мелочей рассказываю. Это не обучающие видеоролики. Здесь я показываю именно то, что делаю я. Теперь можно заняться уже самой деталью. Одна посадка уже есть. Это фланец от свободной турбины. Уже чётко подходит. Может даже ещё плотнее станет, потому что деталь горячая. И когда она остынет, станет она немножечко поменьше. Ну а теперь пора сверлить отверстие гигантское. Сначала поменьше, потом сверлом на 48. В прошлый раз работа того сверла мне не очень понравилась, поэтому будем его перезатачивать в этом видео, чтобы работало двумя кромками. Ну вот примерно как это. Это в принципе неплохо работает сверло. Хотя тоже могло бы и получше. Пробурил насквозь, благо техника позволяет. И сейчас будем использовать сверло посерьезнее. После прошлого сверления остались небольшие следы нагрева. Вот по ним я и заточил сверло. То есть убрал там лишний металл. Вот сейчас посмотрим, как будет резать на этот раз. Двумя гранями или по-прежнему одной. Вот здесь я снял конкретно больше всего. Ну вот в общем-то за несколько заточек и добился минимальных таких вот результатов. Видно, что сразу идут две стружки. Сверло меньше вибрирует. Просверлил насквозь. Очень таки неплохо получилось. Сверло работает гораздо лучше. Но это еще не предел, друзья. Здесь еще есть, что настраивать. Можно еще заточить, чтобы еще меньше вибраций было и лучше работало сверло. Ленточки целые. Что еще надо для счастья? Опять пошла медитация. Пока идет расточка. Нужно увеличить это отверстие примерно раза в два. Можно и кофе выпить, да и все что угодно можно делать, друзья. Главное следить, вовремя выключать. Когда вот здесь цифры до 90 доходят, нужно выключать и перекидывать резец на 4 миллиметра еще. То есть видите, как медленно идет. Вот уже скоро 20 будет. А до 90 еще очень долго. Финальная стадия расточки. Как всегда, процесс идет очень хорошо. Стружка летит, бежит. Потихонечку идет процесс расточки конуса. То есть делаю сначала ступенчато на подаче. Ну а потом уже поворотными салазками можно будет доделать. Пошла наружная обработка. Работаю отрезным резцом. Сделал канавку. Это было непросто. Сразу вам скажу, друзья, все-таки маловато жесткости у станка. Вы будете смеяться, но на ТВ работать отрезным резцом у меня получается получше, чем здесь. Не знаю, с чем это связано. Вроде как бы жесткости должно быть побольше. Но здесь шпиндель, я бы не сказал, что имеет избыточную жесткость. Ну и как бы на большом вылете сейчас идет обработка. Но тут маленького вылета не существует. Потому что даже возле кулачков все равно вылет большой относительно. Ну вот как-то так. Иногда хорошо получается. Но здесь металл жесткий. Видимо из-за этого. Если металл помягче, бывает прям хорошо идет, если пластилиниум. Но здесь вот так, друзья, потихонечку отрезным резцом. Вот такая стружка идет и идет процесс. Внутри конус сделал. Вот так он выглядит. Надеюсь сегодня сделаем и прицепим эту деталь к редуктору и к коробке передач. Деталь, друзья, практически готова. Правда спорол я маленько здесь косяка. Не сделал выступ для центрирования. Точнее я его хотел сделать, но сделал слишком большое отверстие. Немного не рассчитал по чертежу. И в итоге оно получилось срезано. Поэтому возьму вторую корпусную деталь и буду делать центровку на ней. У нее фланец немножко больше и можно заглубиться. Естественно пришлось поставить 4-х кулачковый патрон и выставить до 100 деталь. Благо толщина и размеры фланца позволяют сделать все красиво. Но бывает иногда, ребята, случаются осечки. Немного не предусмотрел все полностью. Приходится переделывать. Поправил дело. Закрепил уже даже на 4 болта. Вроде бы норм. Биение-то не замечено, друзья. А это вообще отлично. Можно здесь пройтись посадку еще для более точного позиционирования. Вот этим местом будет крепиться к свободной турбине. Очень важная операция. Все должно быть соосно, плотно, точно. И тогда все будет эпично. Так, ребята, шутки потихоньку заканчиваются. Осталось всего лишь на кольце насверлить массу отверстий. Хочу насверлить напротив вот этих. Мне кажется, так жестче будет. Одно я уже сделал и нарезал резьбу. Кстати, деталь титановая. И можно будет соединить коробку и турбину вместе. Смотрим, как оно идет по титану. Сверлю самым обычным сверлом. Титан, я вам скажу, здесь не очень жесткий. Потому что резьбу я уже пробовал нарезать. Резьба тоже хорошо идет. Такой не мягкий, крупкий питан. Потому что бывает такое, что он удобно. Мечикам даже не подходить. Сразу застревает и все. То есть нужен специальный шахматный метчик. Который я только в одном месте видел. Смотрим, как нарезается резьба в титане. Поехали. Друзья, как-то вообще все просто дается. Не знаю, с чем это связано. Видимо, такой титан подверженный мехобработке. Спокойно идет процесс. Метчик сразу режет полную резьбу. Вторым проходить не нужно. Обычный советский метчик. Вангую, что спросят, с чего я взял, что это титан. Во-первых, по цвету. А во-вторых, надо показать искру. И тогда сразу все станет ясно и понятно. Смотрим. Идет белая искра. Это говорит о том, что это титан. Осталось выточить одну крупную серьезную деталь. И уже можно будет все ставить в автомобиль и начинать тестировать все системы. Ну а пока, друзья, давайте соберем внешний контур силовой установки. Посмотрим, как оно выглядит. Внутрянку ставить не будем пока. Потому что все это дело надо будет еще разбирать, собирать несколько раз. Прежде чем изготовлю муфту. Я даже еще до конца не придумал, что с ней делать. Ну в общем, ладно, собираем кольцо с резьбами. Устанавливается вот сюда. Прихватим двумя болтами наше титановое колечко. Далее мы можем установить подшипниковый узел. Где-то здесь были метки. Прихвачу пока на два болта. Здесь трудоемко закручивать, поэтому обойдемся двумя. Далее прикручиваем к карабасу переходную плиту. Стыкуем и прикручиваем агрегат. Главное нажимить первый болт, потом уже проще дело идет. Тяжелая конструкция получается, друзья. Одному ворочать не так-то просто. Сейчас еще трубину прицепим. Друзья, ну вот оно, собрал. Именно так будет выглядеть силовая установка с двигателем и трансмиссией на BMW. Судя по длине, может так получиться, что еще надо будет в решетке радиатора дырку выпиливать. Ну либо делать отверстие, потому что двигатель длинный получился. Замерим рулеткой. Ровно 1000 миллиметров. В следующем видеоролике продолжу токарить. Соберем все уже вместе с маховиком, сцеплением. И возможно даже будем делать какие-то прокрутки. Возможно холодные, ну а возможно даже уже и горячие или теплые. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА